Владимир Викторович, можете рассказать, вот прошел сейчас турнир и наши ребята нашего клуба Ямбург выиграли, как вообще далась победа и кто может быть отличился из ребят? Значит, 22-23 февраля в городе Ладайное поле проходил турнир, финальный турнир областного уровня на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова, где участвовало 4 команды. Это команда, значит, Ладайного поля «Форвард», «Химик» из поселка Кузьмова, команда города Волхова и наш Ямбург. Значит, мы провели три игры. В первой игре выиграли у команды «Химика» Кузьмова со счетом 5-1. В этот же день мы обыграли команду «Волхова» 14-0. И на следующий день, 23-го числа, у нас получилось так, что была финальная игра с командой «Форвард» из Ладайного поля. Значит, встретились две равные команды. Игра была упорной. Мы открыли счет в первом периоде, во втором периоде мы увеличили разрыв до 2-0. Но в третьем периоде команда «Хозяев» откитала один гол. Ну, ребята выстояли, мы выиграли 2-1. Эта победа дает право представлять Ленинградскую область на финальных всероссийских соревнованиях в городе Сочи в май месяц. Значит, ребята очень довольны, счастливы. Это у них первая победа, такая крупная. В их жизнь, я думаю, что будет не последняя. А кто отличился, по вашему мнению? У нас очень хорошо, значит, сыграла первая пятерка там во главе с капитаном Дмитрием Черных. Вратарь у нас Станислав Парфенов очень на хорошем уровне отыграл этот турнир. И лучшим игроком в нашей команде был признан Савелий Пупков. Значит, в связи с вводом в строй ледовой арены, значит, у нас очень много сейчас детей приходит разного возраста. Стараемся никого не обидеть, всех берем. Если у нас до ввода в строй ледовой арены бы насчитывалось чуть больше ста детей, то на данный момент уже у нас около 260 человек. Это только детей, не считая любителей, взрослых, ветеранов. То есть реальный результат строительства, условия, которые... Да, это должен был большой толчок в развитии хоккея в нашем районе. Значит, у нас по программе фонда Тимченко, значит, у нас формируется сборная Оренградского области 2001-2002 год, которые в апреле месяце поедут в Швейцарию, на турнире. Значит, приятно, что в эту сборную вводит там 5-7 человек наших ребят. То есть это реально, как бы, руководство федерации видит, что достаточно мощные ребята, бойцы и хорошие игроки, да? Да, они видят, что идет продвижение вперед, мы стоим на месте, дают шанс ребятам съездить, показать себя, посмотреть, на что они способны. Игра у нас мы принимаем в субботу-воскресенье в команду «Пульс» из Карелии, из Петрозаводска. Команда очень сильная, она в лидерах идет, открытого первенства. Будет сложно, конечно, но будем стараться, бороться. В трудных играх ребята набираются опыта, закаляются бойцовскими качествами. Ну, а насколько ребята уверены в самой главной игре, можно сказать, года в Кубке Еврахима? Ну, вот, идет подготовка планомерно. В таких сражениях, в трудных играх идет закалка ребят, чтобы их подвести потом к главным играм Кубка Еврахима. Подвести, может быть, какой-то итог компании Еврахим, которая все-таки вложила свои средства и построила такой замечательный дворец. И реально, можно сказать, что их вложения приносят реальные результаты. Думаю, что всему городу, даже району к нам ездит, с Ивангорода, даже с ближайших, с Асланцев ездит. У нас практически каток работает чуть ли не круглосуточно, начиная с раннего утра и до позднего вечера. Большой толчок в развитии хоккея, не только хоккея, а и в развитии спорта. Во-первых, это массовость. У нас уже практически... Мы охватили все школы. Они у нас в уроках физкультуры приходят, с утра здесь катаются. У нас ребята помогают, им обучают катанию, появляется уверенность в хоккей, в победах, и самоотдача у них очень большая. Я думаю, что кубку Еврахима подойдем в хорошей форме и будем претендовать на первое место. Пожалуйста, вот здесь вы сейчас пришли на тренировку. Ваш сын занимается, да? Да. Подскажите, а есть вообще разница, что раньше, когда не было ледовой арены? Конечно, конечно, абсолютно есть, конечно. Намного повысилась эффективность. Побольше занятий стало. И результаты вообще другие абсолютно. Катание лучше стало. Многие ребята стали, которые занимались на открытой площадке, там падали. Ну, не эффективно стояли, так скажем, на коньках. Вот сейчас очень хорошо стоят. Добавили очень вообще. Смотрим на такой вопрос. Был смысл все-таки Еврахиму вкладывать такие большие тренировка в ледовый дворец? Конечно, да. Конечно, абсолютно. И это еще результаты будут. Понятно. Поверьте. Результат налицо. Я вот из своего смотрю, он в катание добавил. Просто я, ну, по мере возможности прихожу, так наблюдаю. Просто в этом году у меня долго не было. Места в 6-7, наверное, я не ходил. Приехал. Я его не узнал просто серьезно. В этом году поедут, вот они в мае. С 24 по 28 будет в Новомосковский кубок Еврахима. Ежегодно проводится это соревнование. Ну, на таком высоком уровне среди юных вот хоккеистов. И результат будет большой. Привезут еще раз. Один раз везли еще раз привезут. В этом году хотят взять. Возьмут. Возьмут. Если постараются, приложат максимум усилий. Тренера работают вообще с ними просто великолепно. Молодцы. Очень много внимания уделяется. Понятно. Возьмут, ну, хорошая путьная компания. Она не забывает. Средства вложены не зря. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех любителей хоккея, болельщиков, поболеть за наших детей. За нашу команду 2005 года, которая будет 5 числа у нас сыграть с командой «Пульс» Петрозаводск в 18.30 вечера, 6 числа, 6 марта в 9.30 утра. Субтитры создавал DimaTorzok